Подзаголовок «Мысль и кулак». Разговор, который состоялся у Рэбе Шолома Довбера с инспектором Министерства Просвещения, навестившим его в Любавичах, интересует нас не с точки зрения влияния на ход событий. Это был ординарный «визит запугивания» в кавычках, а потому что для Юсефа Ицхака ответы отца на этой встрече содержали программу «на потом» в кавычках. На те в сто раз более тяжелые времена, когда он, заняв место отца, будет вести подобные разговоры с большевиками, с чекистами. Поэтому послушаем внимательно. «Инспектор, мне хотелось бы знать, почему вы так упорно противодействуете школам и училищам, которые открывают для евреев общество распространения просвещения?» «Рэбэ. Во-первых, потому что учителя в них не верят в Тору и не выполняют ее заповедей. Вторая причина. Программы этих школ направлены против религии. «Инспектор, эти учителя утверждены министерством просвещения, программы тоже?» «Рэбэ. Правительство не вмешивается в вопросы религии, да и нет у него на это права. Оно просто не знает, что система еврейского воспитания придает главное значение связи с Богом, а не о приобретению различных знаний, как у других народов. Мы обязаны воспитывать наших детей по тем законам, которые Всевышний дал нам на горе Синай и которые наши предки выполняли, идя на любой риск, даже жертвуя собой. И мы тоже будем выполнять их с тем же сердечным жаром, не считаясь ни с чем. «Инспектор, иными словами, рабешный Эрсон, вы говорите правительству его императорского величества, вот границы, за ними ваша власть кончается. Знаете, это не просто легкомыслие, это пахнет бунтом». «Рэбэ. Человек говорит вам, я еврей, Всевышнего Бога моего и отцов моих, я страшусь и люблю, и буду выполнять его приказы, даже если кому-то это покажется бунтом. Пусть решат законники, бунт это на самом деле или нет, меня это не волнует. Запугать наказаниями, какие бы они ни были, меня нельзя. Я знаю, что никто не может навязывать еврею свою волю в том, что касается служения Творцу». «Инспектор, собственно, я приехал сюда не для того, чтобы узнать ваше мнение об учителях и программах. Мне поручено передать вам предупреждение. Если вы не прекратите пропаганду, устную и письменную, против школ общества, то вы и ваша семья будете высланы из этих мест, и вам нельзя будет селиться в Могилевской, Витебской, Минской, Виленской и Ковенской губерниях». «Рэбэ. Я выслушал предупреждение и отвечаю ясно и просто. Я считаю, что любой еврей или еврейка ни под каким видом не должны отдавать своих детей в школы общества распространения безбожия. С помощью Всевышнего я буду теперь вести пропаганду, гораздо более серьезную, против этих школ. Никакой штраф или наказание не заставят меня поменять решение. И если вышлют меня, то в том месте, где Божественная воля прикажет мне поселиться, там я тоже открою свои школы, и еврейские дети будут в них учиться соблюдать приказы Торы. Они, ученики этих школ, очистят еврейскую улицу от яда безбожия, который распространяют школы общества. «Признаться, я удивлен. Вы служите в Министерстве просвещения, а грозите как полицейский. Передайте от меня начальникам вашим во всех инстанциях. По мысли, не бьют кулаком. Я говорю, что воспитание каждого еврейского ребенка — это задача божественная, религиозная, а вы в ответ с кулаками. Передайте, я не боюсь». Продолжение следует...